Флагманом линейки газовых проточных водонагревателей Bosch можно назвать прибор терм 8000s этот прибор отличается тем что он способен приготовить горячую воду в больших количествах если бытовая линейка способна обеспечить горячей водой в объеме в максимум до 18 литров воды в минуту терм 8000 установленный как единичный водонагреватель способен нагреть 27 литров воды в минуту до установленной пользователем температуру отличается этот водонагреватель тем что это водонагреватель закрытой камерой сгорания и более того это конденсационная колонка и область применения не ограничивается частными домами частной застройкой эту колонку выбирают для обеспечения горячей водой больших объектов спортзалы спорткомплексы банные комплексы бассейны рестораны кафе там где нужен большой объем горячей воды за счет того что колонка может работать фактически круглосуточно можно получить до 27 литров воды в минуту если 27 литров воды в минуту окажется недостаточно этот водонагреватель можно объединить систему каскада до 12 колонок терм 8000 установленных каскад способны обеспечить расход горячей воды до 320 литров в минуту при круглосуточной эксплуатации колонка работает на природном газе имеется возможность переналадки данного прибора на сжиженный газ к этой колонке можно подключить беспроводной пульт дистанционного управления для задания температуры непосредственно на самого пульта помимо пульта дистанционного управления помимо объединения приборов каскад на данных приборах можно реализовать защиту от замерзания теплообменника путем установки и подключения на основном теплообменнике цепи из нескольких электротенов небольших миниатюрных будет поддерживаться минимальная температура в колонке на уровне 15 градусов если колонка находится в подключенном состоянии к электросети но даже находится в режиме ожидания или полностью выключена главным выключателем система безопасности обеспечит защиту от размораживания сам блок управления достаточно простой имеет всего несколько клавиш позволяет задавать температуру от 38 до 60 градусов и помимо пользовательского режима имеет еще два спец режима режим диагностики и режим настройки давайте рассмотрим возможности панели управления в плане регулирования температуры и выбора диагностического либо сервисного режима по левую и правую сторону дисплея располагается два блока кнопок левый блок кнопка главного выключателя кнопка сброса блокировки по аварии и кнопка программирования для входа на диагностический или сервисный уровень клавиша плюс минус используется в режиме пользователя для установки новой температуры или в режиме диагностика сервис для перелистывания параметров при первом включении колонки при подаче напряжения зажигается статусный светодиод течение нескольких секунд колонка проводит самодиагностику системы управления затем выдает заданную температуру горячего водоснабжения и переходит режим ожидания для того чтобы колонка запустилась теперь достаточно открыть кран горячей воды если мы изменяем уровень температуры то система управления автоматически понижает мощность горелки снижает производительность вентилятора дымоудаления и показывает вам на шкале мощности уровень модуляции на данный момент минимальная температура которую можно задать на колонке составляет 38 градусов максимум на штатных настройках 60 градусов при необходимости можно использовать дополнительный комплект переналадки который позволит вывести прибор на приготовление горячей воды с температурой до 80 градусов про точном режиме для того чтобы зайти на уровень настройки необходимо сначала выключить колонку затем нажать кнопку программирования и удерживая ее нажать на клавишу включения держим кнопку до появления индикации 180 после этого у вас появится первый программируемый параметр p2 используя клавиши плюс минус мы будем выбирать нужный нам параметр параметр p1 это задание уровня максимальной мощности прибора для того чтобы зайти в область значений кратковременно нажимаем кнопку программирования и меняем нужное значение настройку данной колонке мы покажем следующем ролике для выхода из заданного значения еще раз нажимаем программирование параметр p2 это уровень минимальной мощности параметр p3 активация пульта дистанционного управления припила прописывание его на данном приборе входим и появляется сигнал обнаружения если колонке будет подключен пульт дистанционного управления то через некоторое время появится подтверждение что пульт активирован и связь осуществлена успешно параметр p4 обеспечивает доступ к режиму диагностики входим и используя клавиши плюс минус начинаем выбирать нужный нам диагностический параметр параметр 2d показывает температуру воды на выходе из прибора следующий параметр 3d покажет фактический расход воды через прибор который определяет датчик протока данный момент через прибор протекает 20 литров воды минут параметр 4d показывает тип используемого газа параметр 5d показывает текущую частоту вращения вентилятора позволяет одиагностировать его работоспособность данном случае у нас прибор не работает поэтому здесь 0 параметр 7d показывает уровень настроенной максимальной мощности горелки параметры 8d и 9d показывает состояние датчиков системы безопасности отвечающих за контроль температуры дымовых газов 8d температура по датчику 27 градусов 9d температура внутри котла по-прежнему 27 градусов все в порядке прибор готов работать следующие 10 пунктов диагностического меню показывает сохраненные ошибки на приборе последняя возникавшие а был был потерян контроль за пламенем колонка была заблокирована если ошибок меньше чем 10 то остальные циклы 4f 5f 7f будут иметь значение 0 и группа параметров с индексом аж показывает через рабочие часы которые отработал данный прибор параметр p4 обеспечивает доступ диагностическому режиму или диагностическому меню параметр p5 позволяет активировать или деактивировать каскад но для того чтобы подключить систему каскада нужно соединить приборы между собой с помощью каскадного комплект параметр p6 позволяет выбрать между двумя единицами измерения температуры это может быть цельсия или фаренгейт по умолчанию завода стоят единицы измерения в градусах цельсия p7 позволяет выбрать тип прибора конденсационные не конденсационные линейки водонагревателей большой производительности помимо прибора term 8000 есть еще прибор term 6000 они отличаются между собой производительностью 8000 колонки производительность 27 литров воды в минуту и это конденсационный прибор а 6000 колонка term 6000 с эта колонка с одним теплообменником но имеющая мощность 42 киловатта параметр p8 позволяет активировать или деактивировать постоянную подсветку дисплея прибора если мы на дисплее видим индекс d то дисплей прибора через 15-20 секунд станет туском при активации на дисплее должна появиться индикация он и теперь дисплей не будет тускным он будет всегда подсвечиваться красной подсветкой и последний параметр p9 позволяет осуществить продувку вентилятора камеры сгорания для того чтобы выйти из сервисного меню достаточно выключить прибор главным выключать данная колонка используется в том случае если на объекте требуется большое количество горячей воды и нет возможности установить бойлер косвенного нагрева вода нужна постоянно практически в течение 24 часов и этот прибор способен справиться с такой задачей